Добрый вечер! В эфире программа «Новины тыдня» на телеканале «Беларусь-Шатыры». В студии для вас працует Александр Гамоля. Глядите сегодня в выпуске. Рогачев с устрем в гостей и у дельников дня беларуського письменства. Компания по выборах депутатов Палаты представников национального схода Республики Беларусь выходит на финишную промую. Господарки Гомельской области выконали держи заказ по поставках сбожа. Зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня в Рогачеве проходит Республиканское свято «День беларуського письменства». Сяродья гаудельника, удеядши культуры, представники аккредитованных у Беларуси дипломатичных миссий, беларуських диаспораз близкого и далекого замежа. Аб самым цікавым у материале Олега Сентюрова. «День беларуського письменства» на Агомичне пройшов у четвертый раз. Двойче гэта свята праймав туру в одной чехойніке. Усю подрактовчую работу у Рогачеве кардинавав национальный архкомитет, при тым, што зарабіць необходно було шмат, пачынаюча от доброго парадкування города і наведення парадку на усіх дарогах, які ведуть у сьогоднішню століцу беларускага письменства для організацій тематичных падворкув. «Тут земля такае, тут усе дыхая, історій, культурай, мовай, літературай, імёны Мелеш, Шамякін, Макайонак, де Караткевич, де Кхіба, гэта незаслуговая, каб швята прайшла ў такі город. І поглядіця, в уліце і площі города сабралася ўся країна, ўся Беларусь». По особності, День Беларускага письменства свято-національне, якой означається «што год». Пры гэтам яго концепція ніколі не зміняецца. Необходно показаць ёдність беларускага друкаванага слова з гісторією беларускага народа. Нам ёсць, чым гонарыцца. У чым можна було ўпэвніцца під час наведування друкарскага двара 16-го стагодя. Менавіта такім абсаляванням керісталіся перша книга друкары і менавіта такім чынам выдавалася перша літературам. Усі гэтай станкі дарэчі заявляюцца дзеючыми экспанатами першага Беларускага музея письменства. Зараз ён ствараецца ў вилейцы, а пакуль кожна жыдаючы мог надруковаць лист со Скариновской Бібліі па тагочастных технологіях, ці вырабіць папіру, на якой Біблія обачила свят амаль 5 стагодзів тому. І нада речі вільми высокой якості, хаць в оєї аснові ў цього два компаненты вода і лён. Аткрыць ў Дома книги – падія, яку ў Рогачёві чакалі давно. Па суднасці ў райцентры до гэтага часу навць не було спеціалізваны книжны крамы, дэ і бібліатэка разміщалася адначасова ў некакіх будынках ў розных кутках горада. Ця пір гэтую сітуацію выправілі. Дом книги Парагачёвскі – гэта шмат функціональна комплекс, абіднанна культам книги. Асабліваю увагу прай гэтам надалі оформлінню дітячі паловы бібліатэкі ў речі, калі не долучыць дачытання ў такім узроці, потім будзе поздно. У нас із дерева творчества. Мы очень часто об'являем много различных конкурсов рисунков детского творчества. На этом дереве творчества мы помещаєм детскіе рисунки. У нас є замечательный ростомер, на котором мы измеряем не тільки рост ребёнка, возраст, но і помечаєм, в якому возрасте до какой книги дорос ребёнок. Сирот-удельників всього летнього дня беларуского письменства у Рогачёве простонніки аккредитованных Україні посольствів і у першиню омаль двадцати беларуских діяспор з близького далёкого замежа скажуть, що свято їм вельми подобається і вельми приємно почуть родную мову. Хоть об коріннях на новому місці жихарства і вони так само не забываються. У Франції, наприклад, навіть беларускай народна свято означають і співають наш гімн каля Ефілевой вежи. Перша акція, організованная ассоціацією і посольствам Республіки Беларусь, яке називається «Заспіваєм гімн разом». Вот ми піли гімн разом. Раздали беларускі флажки усім нашим артистам, гостям. Туристы на нас смотріли, нас снимали. Ми беларускі гімн піли два разу, потому що всі хотіли нас снять. Що год у Беларусі вадається каля 11 тисяч наменню книг, а гульным таражом каля 30 мільйонів екземпляров. Простовнікі вадавецтву кажуть, што падыход да выбрав автору доволі строгий. Куречці книга павінна окупацца, а таму быць цікавий для чітача. Наколькі гэта отримлюєцца, можна меркаваць па выніках маніторингу, правідзінага Саюзом пісьменніку Беларусі. Даречі, у Рогачові пісьменнікі пасадзіли сад і запыгнили, што новая ідея ёсць ў кожен газы. Мы правіли опрос всіх бібліотек. І оказалось, што за два года книги білорусських писателі затрэбувалі більі 2,5 мільйонів читателі. От вам ответ, читають ли наші люди книги. Олег Сентюров, Євген Макеїнка, телерадиокампанія «Гомель» з Рогачова. Шостага вересня пачынаецца датармінове галасавання па выбарах депутатов ў палату працтавніков Национального сходу Республіки Беларусь шостага скликання. Прагаласаваць може любы грамадзянин країны, якому спаўнилася 18 годів. На выбарчым участку достаткова толькі прад'явіць адзін з документав, які вызначаны Центральной выбарчай комісії. Гэта пашпарт, вадзітельскія правы, студэнскі білет, пасвечэння дзярслужачага, пінсійная пасвечэння, ті пасвечэння інваліда. У выпадку страты пашпарту необходна падаць справку з міліцыі. Падрабязня аптым, як у целым ў Гомельскаў області проходзіць кампанія па выбарах депутатов у Палату представників Национального сходу Республіки Беларусь у нашым актуальним інтерв'ю. Добрый день, Юргене. Добрый день, Юргене. На данный момент, скільки кандидатів ведуть борьбу за депутатські мандаты і по яким округам наблюдається самая больша конкуренція? В настоящее время в області зарегістрированной продолжають предвыборну борьбу за кандидатські мандаты 67 кандидатів. В целом у нас було зарегістрировано 74. Затем семеро із них без объяснення каких-либо причин і без каких-либо претензій со сторони избирательних комісій снялися свої, так сказати, кандидатури в передвыборні гонки. В настоящее время наиболее высокая конкуренція это в областному центру, в округах областного центра, а так же, соответственно, в Светлогорском, Рогачевском і Ходникському избирательних округах. Наименьшая конкуренція, то есть два человека, це в Водокошелівському округі. Як кандидати воспользовались своїм правом на выступлення по радио, по телевидению? Смотрели ли ви ці выступлення і що-то інтересне для себе отмечали в речах кандидатів? В настоящее время завершається практично выступлення по телевидению і радио, і щонюю кандидатів депутатів, палат і представників со своими предвыборними программами. І хотів би сказати сразу, що не все, к сожалению, кандидати воспользовались даже теми возможностями, які передоставило їм государство, то є выступленням бесплатно по государственному телевидению і радио. К сожалению, 10 кандидатів в депутаты відказалися выступати по телевидению і радио со своими программами. Чем нынешня кампания відвідується від всіх передідущих избирательних кампаний в Гоменській області? Прежде всего, активне участие в избирательній кампании політичних партий. Відповідь із 67 кандидатів депутатів, палат і представників Национального собрання Республі Білорусь Шестого Созіва, 42 являться представителями восьми політичних партий. Це достатньо високий, це більше 62% результат, і це достатньо високая активність. Вторе, з годом в год практично повішається качіство здаваємих документів в окружній избирательній комісії від претендентів на кандидатський мандат. В цьому году у нас працювало 57 іниціативних груп, які собирали підписи избирателей для выдвиження того чи іного кандидата. Следовий момент – це участь кандидатів в теледебатах. В настоящее время в теледебатах заявили участие 29 із 67 кандидатів. Це, конечно, немного, але процес этот новий, тому, може бути, які не готові к нему. Вони представляють 10 избирательних округів. Конечно, хотілося б, щоб практично все кандидаты участвували в цьому, щоб избиратели могли в очію видити, що представляє з себе тот чи інший кандидат, як вони продвігають свої предвиборні платформі. 6 сентября починається досрочне голосування. Єври проблеми на данний момент з організацією цього процесу? І як готові избирательні комісії к цьому етапу выборов? 6-го по 10 сентября буде проходити досрочне голосування, 11 сентября непосередний день голосування. Данний вопрос уже практически отработан Гомельской області. Участки для голосування подготовлені. Подготовлені участкові избирательні комісії, були проведені с ними тренинги по знанню избирательного законодательства. Решені все вопросы, связані з обустройством, то є телефонна зв'язка, поміщення оборудовані, кабіни для голосування. Імеється соответствуючі необхідне кількість органів для голосування. І в настояще вірне ми готові к проведенню голосування. Голосування буде досрочно проводитися з 10 до 14 часов, а затем з 16 до 19 часов ежедневно. Где і как избирателям можна буде проголосувати, і є ли якісь ограничення? То є все ли граждані можуть воспользовуватися цим правом? Участие в голосуванні досрочно може проводити любой гражданин Республіки Беларусь, которому исполнилось 18 лет, і достигших в день выборов і котрому в день выборов исполнилось 18 лет. І, соответственно, він має прийти на свій избирательний участок, пред'явити один із тех документів, які сьогодні определени Центральні избирательні комісії, а це прежде всього паспорт, водительське удостоверення, удостоверення государственного служаща, студенческий билет, пенсіонне удостоверення или удостоверення інвалида, соответственно, либо справку із милиції в случае утери паспорта. І, соответственно, получить билетень і отдать свій голос за того ільяного кандидата. Спасибо, Николай Рекланович, за інтересну беседу. Пожалуйста. На гэтым тэнні Гомельську і в область наведав надзвычайний полномоцный посол Республіки Индія у Республіці Беларусь Панкадж Саксэна. Перспективы двубокового супрацовніства были обмеркаваны па час сустрэші са старшынёй обласного выканавчага комітэта Уладзіміром Дворніком. Подробязністі в экономічном аглядзі Дзімітрея Котова. Одною з тем обмеркавання став візіт делігації нашага регіона на буйны гандліво-прамысловый кермаш, які пройдзе у Індії у Листопадзі. Сьогодні баки мають значный потенціял для реалізації взаємовыгадных проєктов. До прикладу зараз пропрацовується махчымай створення у Індії зборочной вытворчасті наших комбайнов. А так само разглядається питання об уделі беларусів у проектах сейсморазведкі радовища у Нафты. А кріме таго, єсть намер установить побратімські ісувязі поміж Гомельщині і особними штатами Індії. Що тішиться аддукаційной сфері, зараз у Гомельським державному медицинськім університеті навучається 65 студентів з Індії. Сьоліта планується залишення яше каля 90. Подріхтока у нашій країні медицинських кадров для Індії перспективні на прамок сумєстной дійності, а тому його треба розвивати і поширать. Ми дуже благодарні Гомелю за підготовку качіственних медицинських кадров. Щоби привлечь ще більше кількість індійських студентів в беларусські вузы, вам нужно шире рекламувати свої услуги. К примеру, на сайтах. А ще лучше організувати делегацию, которая би включила медуниверситеті Гомель, Огродна, Витебська і Минска і приїхала к нам в Індию, щоб розказати об образовательних услугах. Думаю, лучшими послами такой делегации стали би сами студенти, які обучаються в ваших вузах. Гомельська область полностью виконала держзаказ по доставки з Божжа. На комбинат хлібопродукта у регіона доставлено 145 тисяч тонн. Выконаны показчики по продаже ауся ешменю. Перевыконаны план по поставкам азимага жита на 6,5 тисяч тонн, що компенсавало недобор по пшениці. Найбольший уклад унесли господарки Гомельського, Будокошалевського і Добружського районів. Тим часом у регіоне у самым разгар сізон заготовки яблок. У насельництва уже закуплено більш за 5 тисяч тонн. У поселку в остров Гомельського района мостная летня спякота оказала уплыв на ураджай. Однак, не глядяши на гэта, многие жихары за один раз сдають заготовщикам аблспожил Союза до 240 кг. Людям заказываем, на какой день мы будем приезжать и забирать их яблоко. И потом по графику едем. Назначаем день, едем через день мы. И люди уже знают, какое время. Ну плюс-минус там полчаса мы забираем яблоко. Килограм яблоков, які закупаются для промыслової перопроцовки, каштую от 5 до 7 копеек. Для реализации населенства прозрозничный гандаль от 35 до 60 копеек. Как яблоко заготовилось непосредственно население, часть отгружается на перерабатывающее предприятие, а часть реализуется через розничную торговую сеть. Как только яблоко появляется, скажем так, у населения, заготовители и торговые работники делают, скажем так, так называемый подворный обход, и через средства массовой информации, через торговые предприятия, приемы заготовительные пункты оповещают население о закупочных ценах, о требованиях, предъявляемых качеству. Дарыши отримать подробязную информацию можно по телефону у райспожилсоюзах по месту жихарства. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». На этом тыдне на Гомельшине расшинили дверы больше, как 500 навучальных установ. За парты сели около 150 тысяч школьников, 16 тысяч, зяких, першоклассники. Аккуратная школьная форма, белоснежные банты, прыгожие кветки, оголовные, счастливые усмешки. День ведау по-особливому урочистая падея для школьников, педагогов и батьков. А тому я есть устракаюцю, саправды, святочной атмосферы. Для навученцев третьей Рогачевской середней школы этот день был особливым еще и тому, что селита в навучальной установе проведена масштабная реконструкция с заменой даху, ваконных блоков и ремонтом кабинетов. Тым часом Папоротнянская середняя школа Жлобинского района открыла свои двери для 170 вушняв. Больше из их дети суседних населенных пунктов. В новом научальном годе тут так само будут займаться былые выхованцы Доброгощанской базовой школы, якая селита была закрыта за варынага стану. Алидзеп не знаходзилася установа в городе и сельской мястовости. Головная задача для наставников удоскональвание вучебного процесса. При этом якость эдукации меркуется повышать сперш за все за кошт компьютерных технологий и новых методок выкладания. Каждый год мы ставим перед собой задачу повышения образования наших школьников, повышения образовательного уровня учителей, всех преподавателей и школы, и детских дошкольных учреждений. Это самая главная задача для нас. Задача совершенствования учебно-воспитательного процесса, в школах, снижение заболеваемости детей в детских дошкольных учреждениях и поддержание хорошей материально-технической базы, которая достигла сегодня Гомельская область. Початок научального года урочисто отзначили и студенты высшейших научальных установ. Зараз на территории в области денежают семь ВНУ, шесть яких находятся у Гомеле и одна у Мазыры. Агульная колька студентов около 40 тысяч человек. Агрогородок Ляскович и Петраковского района рыхтуется до проведения четвертого международного фестиваля этнокультурных традиций Клич-Полесия. А тем часом у пяти районах Гомельской в области пройшла навуково-осветницкая экспедиция «Дорога до святыня» у примеркованная до дня белорусского письменства. У делу ее пронялись святары, навуковцы, письменники и журналисты. Подробясь об этих и инших подеях наш наступный материал. На всем шляху навуково-осветницкой экспедиции «Дорога до святыня» у примеркованной до дня белорусского письменства у делу молебнах, на яке обовязково приносится святы животворный огонь от труны Господней. У лику у дельников святары, навуковцы, письменники, журналисты. Яны закладывают сады молитвы у каждом населенном пункте, яки наведывают. Гэтая древа, як и земля, на яких яны будут расти, освящается животворным огнем. Однако только богослужениями программа не обмежевывается, она так само включая проведение науково-осветницких конференций с устречой с мясцовым насельницем, наведыванием социальных объектов. Порадовать детей приемным подарунком до початку нового научального года вырышил Гомельский палацево-парковый ансамбль. Тут презентовали интерактивную выставу «Зоотера». Она знаменит наведывальников с экзотичными рыбтылиями, рыбами и птушками из разных кутков планеты, а для сообразителей до пустыню Африки и Австралии. На выставе «Зоотера» можно не только познайомиться с представниками живельного света или отшусь обе его доследчикам. Дети могут доведаться, коль кивачи у игуаны, поглядеть, как купаются шиншиллы, как изменяется оттеней, хамелеона, однострою и раскрыть иншие загадки новокольного света. Так само тут можно поглядеть мультипликационные и познавальные фильмы проживел и зарабить фотографии на память. Цеклый познавальный культурный отпочинок вырешили пропоновать гомельской молоди и сопрацовники диска клуба «Глянец». Суместно с ведомым спеваком Виталем Сычовым они проведут тематичные взялкогольные вечеринки у кинотеатра «Кастрышник», якие будут ладиться по неделях с 18.01 до 21.30. На ведомников этих мероприемств очекают конкурсы, призы так само выступление Виталя Сычова. А тем часом агрогородок Ляскович и Петриковского района рыхтуются до проведения четвертого международного фестиваля этнокультурных традиций «Клич Полеся». Все лето его проведение призначено на 24 вересня. Запрошения на свято на кированы места для подворков вызначены и навод пошались некоторые работы по установке побудов. Чекается, что удельниками фестивалю будут больше 20 тысяч человек. Свой удел подтвердили коллективы из России, Украины, Польши и Молдовы. Фестиваль Ляскович это не только свеча невеликой поваги до традиционной культуры беларусов, но и им к ней не заховыть спадшину полеся во все ее некранутости и шматгранности. Вероника Ворошилина, телерадуя компания «Гомель». И об спорте мощнейшие юные боксеры сберутся у Гомеля. С 6 по 9 вересня в областном центре Олимпийского резерву одиноборствов отбудутся областные Олимпийские дни молоди по боксе. Удел примут бойцы из усяго региона. Об инших спортивных подеях наступных семидион расскажет Максим Савин. 10 вересня жанучшая команда гонбольного клуба «Гомель» проведет поединок квалификации Лиги чемпионов Восьмошинская команда гонбольного клуба «Гомель» начинает поход за медалями чемпионат Украины. Первым соперником наших гонболистов станет могилевская команда «Машека». Гульня отбудется 10 вересня у «Гомеля». Распочинается и чемпионат Беларуси по хоккею в экстрализе. Восьмого вересня хоккейный клуб «Гомель» на своим лёдзем будет примать молодежную сборную Украины. Жлобинский «Металлург» в этот день так само дома состренится с «Динамо» молодежно. А 10 вересня у «Жлобин» приедет уже молодежка. «Гомель» в этот гульнявый день пропускает. Набираются обороты и мини-футбольные баталии. На чарзе другий тур чемпионату Беларуси. И тут аматоров чакая гомельское дерби. Сустренутся БЧ и ВРЗ. Номинальные господары вагонарамонтники. Агрокомбинат «Паудневый» в Минску состренится с «Динамо» БНТУ. На Светлогорске ЦКК примен на свои пляцовцы столичный мапит. Матчи отбудутся на выходных. У высшейшей лизе чемпионат Украины по футболе команды сгуляют матчи 21-го тура. У субботу Мазырская Славия чакая гостя Динамо Цаузбреста. У первой лизе на чарзе 18-й тур. У субботу у Светлогорску химикс гуляет с Лидой. У неделю Гомель Чагунтранс будет примать на своем поле сморгонь. Гомель отправится в гости до Барановича. Максим Савин телерадиокампания Гомель. У понеделых 5-го вересня на телеканале «Беларусь-3» протягнется трансляция перед выборных дебатов кандидатов у депутаты Палаты месца у парламенте по Хойницкой выборчай окрузе номер 47. С 19.20 до 19.40 дискуссию будут вести кандидаты по Рогатшоузской выборчай окрузе номер 45. И на этом наш выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Приемных вам новинов и до новых сустреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин